Добрый день. У меня банальный вопрос. У меня на все вопросы ответы. Все вопросы банальные. Я сижу тут такой крутой. У вас важный вопрос. У меня проблемы с мужем. Мы сейчас разъехались. На данный момент я понимаю, что причина была у меня, потому что я его действительно не знаю. Это значит, что вы уже способны победить эту судьбу, если вы это поняли? Я не только сильно обидела, но и как упертый человек пыталась ему доказать, я права, что он должен воспередить именно мою точку зрения. И его я как-нибудь либо не слышала, либо не пыталась услышать. И вот сейчас я не могу понять, то ли мне отпустить эту ситуацию, не пытаться на него никак давить. Пусть он петет своим членом. Я хочу его вернуть обратно, а вот я не могу понять. Вроде бы он и расходиться не хочет, но вернуться обратно в семье он тоже пока что не готов. Не может. Вольно. 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 Я тогда вызываю, что да. Нет, вольно. Все. У вас ничего не произошло. Потому что веды говорят, что люди могут жить вместе или раздельно, в зависимости от силы влияния злой судьбы. Если они живут раздельно, это значит, что они разошлись. Вы просто живете раздельно. Сейчас. Но вы должны просить прощения. У вас есть определенный в сердце объем работы. Но Бог вас не разлучил еще. И он не может вернуться, потому что не больно. Как вы правильно сказали. Вот смотрите, я вам приведу такой пример. Вы мне немножечко сунули в живот ножичек. Вот. У меня не больно, я сошел. И вы подходите ко мне и говорите, слушай, прости, пожалуйста, я не чаю. Я говорю, прощаю. И вы говорите мне, а теперь не можешь меня полюбить? Я говорю, нет, пока больно. Поняли, да, о чем речь? Ножичек только что засуну, то больно еще. Я простил все, а полюбить пока не могу. Потому что больно. Ему больно сейчас. Он находится в стадии боли. Мы все уже поняли, рассказали, все классно. Но ему больно. Надо просто продолжать вкладывать силы. Ничего не произошло, я не вижу вас разлученными. Надо общаться с ним, вкладывать силы. Но не надо, не надо здесь, понимаете, важно так. Чувство такта означает. Не надо, скорее, пытаться слишком близки искусственные отношения. Это неправильно. Нужно очень уважительно обращаться с ним, заботиться о нем, но не лезть ему в сердце. Не говорить ему, ну, ты как? Тебе уже померишь ли там больно? Не надо. Надо просто служить, заботиться о нем, просить прощения, но его эмоции и на близкие разговоры его не вызывают. Он успокоится, остынется и почувствует, что он готовит. Но это время изменения отношений. В отношении между мужчиной и женщиной всегда есть один принцип. Один отдает его, а другой принимает. Тот, кто принимает, нагреет. А тот, кто отдает, очищается. Наступает такой момент, что человек, который отдает, он уже не может так жить. И он начинает воспитывать крестского человека. Если тот не воспитывается, то он отстраняется от него. Так как он отдавал, у того в сердце возникает чувство благодарности сильной и вины. Он хочет вернуть назад. Но когда назад ситуация возвращается, то теперь ему придется уже отдавать, а так мы принимаем. Вам надо быть готовы, что отношения поменяются между вами. Вы будете служить ему, а он будет принимать служение. Вы готовы так жить дальше? А? Думаю, да. Думаю, и вот думайте дальше. Потом придется быть уже готовы, когда придется. Все, все, все. Иначе уже не будет ни лекция, у нас советский сад. Движемся вперед. Все истинные мысли и живые мысли и проявляют свою жизнь в том, что способны питать и изменяться. Но изменяются они подобно дереву, а не угодно. Все ложные мысли, они очень быстро меняются. Вот, например, чтобы деградировать, много не надо времени. Но для того, чтобы поменять все к лучшему, нужно очень много времени. И это все происходит постепенно. Но люди чаще всего не способны это принять. Например, женщина говорит, Олег Иначе, я работаю над собой, мой муж стоит на месте. Я говорю, что вы имеете в виду? Ну, он как бы, ничего не меняется. Я говорю, уже выросла, такая, развитая стала, а он как будто бы остался. Я говорю, ну, он как, он лекции начнет слушать? Ну, потихоньку слушает. Ну, а что-то делает по лекции? Ну, потихоньку делает. Но этого недостаточно. Понимаете, обычная тема. Мы очень сильно, быстро хотим, чтобы поменялись наши риски. А как мы меняемся, нас устраивает. У кого вот сейчас такая проблема? Ну, давайте с вами сделаем. У вас такая проблема? Не меняется 200 человек, да? Я? Да. Вы не поняли вопрос, да? Меняется 200 человек? Ну, с одной стороны меняется, но, как правило, замерите, мне кажется, что недостаточно 200. А это лекция? А это лекция или цель? Нет. Это касается моего... Вашей мамы касается? Да. Ну, там тяжелая карма у вас с мамой. Да. Или что? То есть, вроде бы, она слушает проекцию, вроде бы, у мамы... Представляете, у вас тяжелая карма с ней, а нам жрецы не слышали. И вы эту... Представляете, какая победа вообще? Ну, я не знаю. Ну, вот это привязанность к сериалам. Всегда давно же знаешь, что в этой акционеризации смотрят плохо, но все равно... А, но он и лучше. Да. Смотрят новые сериалы... Вы, как правило, у нас праведная. Учите, терроризируйте всех родственников. Я не учу, а она это уже давно знает. Учите, что надо слушать лекции, книжки читать поменьше, смотреть такие... Только не менее, бежать, смотреть свои сериалы... Представляете, как мне тяжело с вами жить? Представляете, что там в Паверии там было? Все уже загнобили просто. Это еще... Она после этого еще мои лекции не слышала. Это же я виной всему стал. И она еще при этом слушает. Представляете, какая она разумная женщина. Она чем занимается вообще? Ничего. Ну, она раньше чем занималась? Сейчас она петь. Она кто была до этого? Учитель. Вот и я почувствовал, что учитель. Очень разумный человек. Реально, какую дочку петь, терпеть за эту... Это все. Вообще. Она, видите, какая мудрая. Она... Те, да, все. Вы просто уже сказали. Есть такое, я помню, да? Ну, есть ли. А я ни в чем не отменяюсь сейчас. Думать, что мы... Я рассуждаю просто. Я увидел эту женщину и посвящаюсь ей просто. Да. Да. Всегда потому, что мы вышли, чем мы здесь с ней делали. Но она имеет право, что на свою жизнь все уже не имеет. Все же, как старая сказала. Не имеет. Какой-то жалоб, да? Непольшой, да? Есть три стадии развития человека. Первая стадия – это безразличные любви. Безразличный человек не хочет работать на целом. Ну, все, все, кто-то живет. Пошли, не знаю. Лишь бы делали то, что не надо, и все. А там трава не растет. Сейчас современная культура, не будем говорить, какая. Она говорит о свободе. Свобода означает вот как раз это. Ты делаешь, что хочешь, только делаешь то, что мне нужно. И мы тогда живем с тобой в семье. Ты можешь изменять, можешь жить как хочешь. Твои проблемы. Но мы с тобой вместе вот по этим вопросам деньги приносим вместе, детей воспитываем вместе, там сексом иногда занимаемся вместе. Иногда не вместе. Она называется «вободной жизнью». Это безразличные люди, как действуют. Означают неразвитые. Сознание очень низкое. Второй уровень, когда человек начинает работать над собой, то первое, что происходит в его жизни, он очень остро чувствует потребность создать вокруг себя чистую светлую атмосферу. Он не понимает, что чистая светлая атмосфера должна создаваться внутри. Он этого еще не осознал. А вдруг все, это надо благодарить Богу за то, что есть вокруг. Он этого еще не знает. У него есть сильное желание помочь всем стать нормальными людьми. Это идеалист. То есть, первый безразличный человек, вторая стадия – идеалист. То есть, идеалист означает, что я уже нормальный, я уже развился, все, хорошо. Он не понимает, в чем развитие заключается, идеалист. Развитие заключается в том, чтобы научиться всех принимать и всех прощать. Это и есть развитие. Развитие означает увеличивать силу любви к людям, силу терпения отношений к ним и принятия. Это развитие. Развитие не означает менять людей так, как тебе хочется. Потому что есть только одна причина, почему бабушка плохая или мама. Причина заключается в том, что вам хочется жить лучше, а рядом с тобой не поживешь. Причина только в этом и все. Потому что, если дядя Вася, сосед, допустим, который с вами никак не связан такой же плохой, он все равно смотрит тут телевизор или не смотрит. Какая разница? Если так важно, чтобы люди не смотрели телевизор, если вы это почувствовали, вы входили, звонили всем в дверь. Вы говорили, не смотрите телевизор, вы вас не слушали. Не звоните. Но вы говорите именно ей. Потому что есть причина. Причина заключается в том, что хочется быть счастливым. Надоело уже страдать. Жить несчастно. Надоело. Так думает о деятельности. Он искренне верит, что счастье находится снаружи. И счастье означает, что тебя окружают хорошие люди. А тебя окружают хорошие люди, когда ты сдал экзамен. Кто-то думает, как ты делал. Обязательно кто-то будет мучить. Поэтому. Ну и думать, что только вы такая. Я вам сейчас расскажу, как я лекции начинал читать. Я начинал лекции читать еще до того, как я встал на этот путь, из учения ведического знания. У меня тогда не было наставника. Но я тогда уже понял, что надо жить лучше по-другому. И я попал вот на эту стадию идеалистов. Я занимался тогда мистической йогой. Учился видеть чувства, настроения людей. И люди садились вот так на лекции. И я смотрел на них и говорил, Ну, давай, сколько встали сегодня? И сколько? Я уже 5 микрофон. Ну, давай, давай. Вот-вот, рядом где-то. И концерта? Пять? Больше, но вчера? Я уже 24. 24 или 40. Молодец. Дальше, смотрим. У истинга, у людей проблем. И глушила потенциал. Я ни кто не среклённый что-то сделал. И не согласен был с этим, они уходили. Где-то 50% людей уходили, а остальные оставались. Они смотрели на меня и ждали, когда я их заплачу. И потом расправлялись такие, тоже фанатично настроенные по отношению к себе. И такие у меня лекции были. Сейчас, если об этом вспоминать, просто страшно становится. Что я удовлетворял, страшные речи какие-то. Это всегда итог у вас всех, у всех одно и то же. Вторая стадия – это идеализм. А третья стадия – человечность. Когда человек переходит на работу с собой, он уже понимает, что развитие настоящее. Что надо трудиться над собой и дарить любовь близким людям. Прощает принимать их такими, какими есть. Надо помолиться, помолиться, прийти и сказать. Мама, ты знаешь, я поняла, что просто из-за того, что ты слушаешь лекции, я тебе очень благодарна своей жизни. А смотришь ты фильмы или нет, не имеет значения. Потому что человек делает то, что он может делать в жизни. Почему люди смотрят фильмы? Потому что им надо отвлечься от проблем. Если человек не может решать проблему с помощью монеты, ему ее как-то надо решать. У него есть варианты или курить наркотики, или пить вино, или смотреть фильмы, играть в компьютерные игры. Какой-то должен вариант сработать. Если человек этого не делает, то его психика просто не выдерживает нагрузки. Если бы вы это поняли, когда вы поняли, почему люди все совершают глупые поступки. Потому что они не могут жить по-другому, у них нет внутренней возможности. И тогда сострадание уже придет в ваше сердце, и вы будете спокойно к ней относиться. Увеличивать в ней то, что хорошего, и не обращать внимания на плохое. Означает помочь маме. Мамочка, смотри, вот, и надо, смотри. И давай послушаем лекции вместе. И все. Ты свою, я свою. А потом и все. Все, надо будет меняться. И будет вам очень благодарна. Кто же свою маму устроил, конечно? Сиди. Сейчас, говорю, мамочки приезжают просто к нам на фестиваль.